должен сейчас ганьк и сразу туда привет спортсмены давно не виделись более полтора месяца нас не было в эфире и вот думали короче не виделись по моей причине во мне был косяк и каюсь действительно были проблемы сначала была травма потом была неохота ну и вообще знаете канал Севендура изначально был придуман таким образом что если хотим делаем а хотим не делаем вот не хотели а вот сейчас опять захотели и все думали с чего бы начать а материалы наснимали много и вообще столько всего хорошего произошло в жизни ребята хочу с вами этим поделиться первое прошло огромное количество интересных гонок но про это мы поговорим в эдура новостях конечно же вышли новые ктм и шерки беты показали новые вот это все старварк получил задний ход павлуха ездит на трейсере и проехал уже почти 50 моточасов и потом вам тоже расскажут что с ним случилось в общем но покупали всяких там машин мотоцикл короче ладно сегодня мы решили начать с того чего начинался канал Севендура просто с поездки по красивым трекам под названием Сиянова поговорим с вами поразмышляем а вы покомментируйте спасибо большое ребята что смотрите вы на канале Севендура и пожалуй мы начинаем и так ребята меня не было с вами порядка двух месяцев в эфире и порядка трех месяцев на мотоцикле и за это время действительно очень многое произошло по крайней мере вокруг вот я сейчас возвращаюсь сюда к тренировкам вот к этому всему к подготовке к гонкам хочу вам сказать следующее что когда тебе 41 год довольно сложно если ты не профессиональный спортсмен или не какой-то крутой чувак талантливый типа Даня Черняева все это назад возродить начался блять марафон первое это конечно же психологическая история первые серьезные травмы они всегда выглядят следующим образом сначала у тебя принятие потом у тебя значит вот эта вся агрессия потом ты не очень понимаешь как с этим дальше жить и нафиг тебе это надо но потом ты начинаешь скучать переживать и страдать без своего любимого спорта ведь на самом деле эндуро это действительно сложный тяжелый наркотик который позволяет вам не просто наслаждаться видами это хорошей стороны ну и затягивает вас с головой вас, ваше окружение, всю семью и вы там находясь в этом так сказать наркотическом эндуроопьянении понимаете что вы перестраиваете всю свою жизнь и так со мной происходило почти 5 лет и я перестраивал всю свою жизнь и все что касается сейчас моей жизни это все связано с этим словом эндуро и мне нравится эта жизнь и мне не хотелось из нее уходить и когда тебя отключают и физически ты не можешь находиться в этом состоянии состоянии каких-то гонок соревнований поездок туров я не знаю тренировок просто так сказать получение удовольствия от мотоцикла то ты вдруг оказываешься на обочине какой-то знаете жизни и вот на этой обочине жизни происходит очень много осознания всего чего тебе хочется и чего тебе не хочется на самом деле поэтому ребята если вдруг у вас травма если вдруг вы сейчас попали в ситуацию где вы не можете себе позволить ездить на мотоцикле не расстраивайтесь держите хвост пистолетом и помните что наша с вами цель это не цель а наш путь поэтому поездка мотики гонки все это определенные этапы вашей жизни и когда-то это закончится а когда-то это возродится опять как это было только что со мной так вот за все это время я вижу что вокруг у людей энтузиазм только сгорается и это очень приятно ведь все наше с вами увлечение фактически является одним большим энтузиазмом гонки организуются на энтузиазме треки делаются на энтузиазме каналы ведутся ну фактически на энтузиазме а какое огромное количество ютуб каналов сейчас ребята вылезло обратите внимание много талантливых ребят которые приятно смотреть и уж я человек который так сказать уже 5 лет смотрит на вас с ваших гаджетов имеет профессиональную деформацию я вообще не очень люблю честно смотреть другие ютуб каналы и не смотрю мотоциклетную тематику но вот сейчас с огромным удовольствием посматриваю очень многие каналы которые сейчас талантливо показывают и соревнования и все такое я с большим удовольствием вижу как энтузиазм в глазах ребят растет приходят новые люди приходят новые интересные и свежие взгляды в наш с вами так сказать спорт и увеличиваются и усложняются треки и вот мы сегодня именно на таком треке раньше когда мы с Павлухой начинали свой путь это было 2013 год условно мы даже не могли себе представить что такое вообще эндуро мы были оборванцы которые ездили в резиновых сапогах в месях грязь вот такое для нас раньше было эндуро и сейчас когда человек попадает в наше поле окружения какая-то группа людей мы стараемся им сразу показать и правильно дать правильные направления потому что мы к этим направлениям шли очень долго и мы вот свой домашний трек популярный трек в Подмосковье в Чехове с Курыгина строили с Павлухой на протяжении порядка там 8-10 лет приезжая с гонок добавляли разные интересные препятствия смотрели всякие интересные решения от организаторов и тоже добавляли туда сейчас приезжая на наш трек вы сразу получаете максимум удовольствия из того, чего позволяет вам рельеф нам и сейчас вот на протяжении уже многих лет треки строятся один за одним и сейчас спотов где кататься огромное количество и вот сейчас один из них и посмотрите насколько он разнообразен технически красиво собранный мы бы с Павлуха наверное такой бы ну строили довольно долго а здесь пацаны навалились группой собрались и вот это все построили и с потрясающим абсолютно ландшафтом и красиво вместе и это между Серпуховым и Чеховым фактически посередине деревни Сиянова и там парни действительно много времени уделяли построению этого трека ведь трек порядка 21 километра и каждый год они добавляют новые петельки мы уже давным-давно им говорили проведите здесь гонку ну потому что это фантастическое место для Подмосковья и бревна и овраги и спуски и подъемы и они довольно технические потому что парни которые этим занимались они понимали что они что они вообще делают и вы не подумайте что этот трек для меня был каким-то открытием да в три месяца я не гонял вот так вот серьезно быстро и так сказать заполухой ну потому что у меня не позволяла просто физическая возможность я хотел чтобы мой путь возвращения в этот спорт был именно таким чтобы я приехал именно на этот трек в Сияново и прокатился с удовольствием вот это все прожил опять мне и сейчас-то в общем-то не особо можно ездить на мотоцикле потому что врачи сказали что восстановление минимум 7 месяцев а прошло всего 3 но с учетом всех моих физических возможностей я считаю что я уже почти восстановился вот в ближайшее время делать буду МРТ и думаю что все это сойдет на нет и слава богу почему не гонка да потому что считаю что наверное гонка рановато в гонке уже азарт в гонке уже агрессия в гонке уже борьба а здесь она так сказать ну такая то есть я могу остановиться могу себе что-то позволить больше могу себе там притормозить и это хорошо в данном случае для меня поэтому безусловно парни которые занимаются построением треков вот многие приезжают на гонку и говорят Фу, гонка говно, вот что-то там не то Ребята, гонка не может быть по определению плохой Потому что парни на энтузиазме Вкачивают туда свои деньги, возможности и время Ну а главное, многие говорят Ну вот мы платим взносы Да пацаны, вы платите взносы Что в лучшем случае она окупается, эта гонка Это прям супер в лучшем случае А в худшем случае пацаны заносят свои И я считаю, что сейчас от каждого из нас зависит Судьба и будущего нашего с вами любимого спорта Если мы с вами будем с улыбкой относиться к этой всей истории С любовью говорить о том, что мы с вами делаем А не говниться на всякие гонки То безусловно, конечно же, мы с вами будем иметь общий позитивный вайб Или вот, например, история с новичками Меня этот вопрос тоже немного волнует Многие их берут вот прям за шиворот И начинает бросать в самую жестокую жесть А вы знаете, что характер и психология в эндуро Это одно из самых важных вещей Физическая, конечно, форма является, на мой взгляд, уже третьим местом Кстати Так, смотрите, ёптать Откатываемся назад, блять Видали, ёптать Пиздец сервис, ребята Так вот, психология и характер являются одним из самых важных факторов в эндуро И новички, которые попадают к нам, они должны попадать в комфортное для себя условие Если вы чувствуете, что этот человек, так сказать, имеет яйца и возможности в характере То дайте ему чуть больше А если вы чувствуете, что это не так То не угнетайте, не издевайтесь Не плюйте ему в лицо, как это часто происходит Не самореализовывайте за счет него А постарайтесь смотреть и аккуратненько его вводить в тему Не давайте сразу какие-то супер препятствия Потихонечку, потихонечку его тащите туда, к нам, с вами Чтобы этот человек, возможно, потом, впоследствии раскрылся И чем больше будет нас с вами, ребята Чем больше людей будет кататься на мотоциклах Тем лучше мы будем себя чувствовать Ну и, конечно же, ребята, про мотоцикл Потому что я считаю, что на этой трассе он вообще прекрасно раскрывается Я сразу хочу всех расстроить, тех, кто думает, что это мотоцикл для Hard Enduro Вот по истечению там почти 60 моточасов Я вам хочу сказать, что в Hard Enduro на нем сложновато ездить Но есть и плюсы в этом мотоцикле Например, это сейчас перед вами абсолютно другой мотоцикл В отличие от того, чего я покупал Каждой, наверное, где-то недели три приходит прошивка И она меняет кардинально мотик Меняет ручку газа, появляется задний ход Появляются всякие интересные режимы, типа режима краба И все это абсолютно меняет отношение к мотоциклу Я на полном серьезе хочу вам сказать, что этот мотик сейчас перед вами Он прям абсолютно другой И он едет по-другому И реагирует на газ И вот эта вся история с сцеплением и с желанием его потрогать Оно на самом деле нужно только вот за там 60 с чем-то часов Я хотел потрогать сцепление только один раз И то это было в Геленджике Ёп твою мать Не, нахуй Нихуя Ну, занесем дальше Сейчас, Паш Руль погнул Тащий, траверс Здесь, вот на средней полосе И иногда выезжая в горы Он просто один из лучших мотоциклов Он не требует обслуживания Вообще Меня это в первое время удивляло Я просто помыл мотоцикл Попшикал цепь и поставил его в гараж Все, больше делать ничего не надо Зарядил перед выездом и поехал Сейчас В связи с новым аккумулятором и с новой прошивкой Время езды на этом мотоцикле увеличилось в разы И честно вам должен сказать Что когда ты едешь на этом мотоцике Мне вот на 2-3 таких вот тренировки Которые вы сейчас видите Вполне себе хватает То есть Я приезжаю там Ну, где-то вот После трех с половиной часов езды Ну, где-то у меня там процентов В 50-60 остается И, по-моему, это совсем неплохо Потому что Разрядить этот мотоцикл можете там До 3% Дальше уже нежелательно Как нам показала практика с Павлухой И Что вам нужно еще? Просто газовать? Пожалуйста, без проблем Потому что очень многие ребята Покупая КТМ и прочее Думают, что они покупают мотоцикл На котором вы можете выступать И получать сразу же там Безграничное удовольствие Но это, к сожалению, не так Вам нужно купить хорошую подвеску Даже с учетом того, что вы сейчас Так сказать Покупаете TBI, например В TBI тоже не все очень хорошо с подвеской Как оказалось в практике Вам нужно купить кучу тюнинга Вам дофига чего еще нужно купить А по сути вы покупаете Вы все равно не достигаете Такого уровня мотоцикла, как в Старк Потому что в Старке Супер крутая подвеска Уровня в IP Pro Потому что в Старке Идеальная вообще история С вот этими комплектующими Да, в нем действительно Огромное количество брака И это бесит Потому что вот у нас есть чат на эту тему И мы много на эту тему Беседуем с коллегами Кто купил этот Старк И очень много ребят попали С моторами Сам, 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 ты что? У меня же есть режим крабок Уважаемые гречи Можно ли это назвать гердой? С натяжкой, блядь Очень много ребят попали С моторами С батарейками С обновлениями У многих он не обновляется Но при этом Если у вас все хорошо работает То надо его покупать И если вы готовы рискнуть Если вы хотите чего-то нового Инновационного Это просто прекрасный мотоцикл Который прекрасно сейчас показывает себя Вот на этом треке И на этом треке, конечно же У меня получалось, ребята Не все Не все, что мне хотелось Хотя динамику и темп Мне кажется Мне удавалось дрожать При этом всем Скорость И вот этот момент Отдыхания Павлух, конечно же Как обычно Давал жару Пашка очень сильно прибавил В мотиках Но представьте, что Он проехал уже 20 гонок за сезон Сейчас А сейчас там Половина сезона И у него вообще Там Просто бешеный накат Я с огромным удовольствием Тренируюсь с Пашкой Потому что Потренироваться с ним Это одно удовольствие Парни Если у вас есть возможность Погонять с ним Посмотреть, как он едет И Как это все происходит Обязательно Этой возможностью Нужно пользоваться У него абсолютно Другой взгляд На многие вещи Если мы По мере Так сказать Свого увлечения И нашей популярности Мы гадались Абсолютно со всеми Профессиональными спортсменами Эти спортсмены Каждый раз Приезжая на какие-то Аттракционные вещи Делают это на своем Скиле Опыте И умении И просто как-то Мы понимаем Что это невозможно Пашка наш Родной спортсмен Вот он тот человек Который Является Олицетворением 45-летнего мужика Который Забил на правила И начал Так сказать Делать то Что он всегда хотел Он полностью погружен В эндуро У него Каждые выходные гонки У него там Через день футбол Он следит за собой Он там Старается сладенького Не жрать Хотя поджирает Время от времени Но при этом всем Он максимум Отдается Этому спорту Это же лучше Чем наверное Отдаваться бутылке А кстати По поводу бутылки Сейчас огромное Количество парней Которые приезжают На гонку И почему-то Приезжают на эту гонку Я вот обратил внимание Я же Не просто Так сказать Болел Я еще и на некоторых Гонках был Приезжая просто Там в качестве Ведущего В качестве Там Помощника Ну потому что Не можешь оторваться душой И вижу Что много Новых лиц Которые приезжают С бутылкой Бухать на гонке Я против Бутылки Вообще В принципе Я вообще Против этой системы Потому что Считаю что это наркотик Наркотик Который легализован Государством И если Вы хотите Бухать То бухайте Где-то там Не надо Смешивать Наш любимый Спорт С вашей Любимой Бутылкой Это не квадроциклы Здесь С вас Сегодня вы пьете А завтра С вас попросят Тогда зачем Вы выходите Вообще На трек В состоянии Полубухого Человека Или там С похмелья Вы не нужны Здесь Такие люди Сидите Тусуйтесь Там У себя В каком Нибудь Там Я не знаю В гаражах Возле этого Мотоцикла Надрачивайте На него И жрите Свой Вискарь Там водку Или еще Что вы пьете А здесь На гонке Оставьте это Людям Которые В первую очередь Приезжают сюда За спортивными эмоциями Вы же не приходите В фитнес зал И не бухаете Перед подходом К штанге А здесь Почему-то Себе позволяете Забудьте это Нечего вам тут делать Я вас буду порицать Вот я Буду проходить Мимо вас На гонках Увижу Что бухаете И подойду Скажу Что вы алкаши Уезжайте отсюда Здесь вам делать Нечего Можете Конечно Меня в комментариях Подзасрать И я в принципе Ну как бы понимаю Что наверное Я здесь перегибаю палку И когда мы эту тему Обсуждали с Павлухой Я ему сказал Паш Слушай Ну такая ситуация Я против И он говорит Слушай Ну тебе точно Как с детства Тебя просто разнесут Да пусть разнесут Но я Подтолкну Некоторых Наверное К тому Что с бутылкой На соревнованиях Вам делать абсолютно Тебе точно нечего Начинается Этот срач Начинание Это хождение По лагерю Здесь люди Приезжают за спортом Здесь люди Приезжают за результатом Здесь люди Приезжают Для своего Спортивного отдыха Не суетесь сюда Со своей бутылкой Вам здесь делать нечего Тебе Там До Продолжение следует... 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 Продолжение следует...